Всем привет! В эфире Униер-Ньюс, а в студии Алиса Ткаченко. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ пройдет конференция в честь Камиля Валиева. Профессиональный праздник российских журналистов. В КФУ разработали уникальную методику обнаружения микропластика. В честь дня рождения талантливого физика Камиля Валиева в Доме научной коллаборации Елабурского института Казанского университета состоится научно-практическая конференция. Подробнее об этом узнаете в нашем следующем сюжете. 15 января исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося выпускника Казанского университета Камиля Валиева. В 1954 году он закончил университет с отличием по специальности теоретическая физика. А в аспирантуру поступил к талантливому физику-теоретику Семену Альтшулеру, совместно с которым в дальнейшем реализовал многие проекты. То образование, которое получил Камиль Ахмедович Валиев в Казанском университете, и то научное окружение, а это работа с членом-корреспондентом Академии наук Семену Альтшулерам, окружение тех ученых, которые он работал здесь, все это сыграло, я бы сказал, решающую роль в его становлении как ученого, как ученого-исследователя, как ученого-организатора. Камиль Валиев в 1965 году полностью переключился на новую тематику и вместо теоретической физики начал заниматься полупроводниковой электроникой и фактически стал отцом отечественной микроэлектроники. Физик-теоретик всегда и отличается тем, что он способен работать в любых областях, имея хороший бэкграунд в области теоретической физики и применяя свои навыки, умения, он, физик-теоретик, всегда успешно может руководить и большими экспериментальными коллективами, и даже, как в случае Камиля Ахмедовича Валиева, большими производствами микроэлектронной техники. В памяти талантливом физике в Доме научной коллаборации имени Валиева при Лабужском институте Казанского федерального университета 15 января состоится научно-практическая конференция «Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам». Кристина Надышина, Александр Фирсов, Булат Садыков, Универньюз. Со временем изобретение печатного станка Иоганном Гутенбергом прошло уже более 500 лет. С момента выхода первой российской газеты прошло более 300 лет. 13 ноября отмечается День российской печати. Об истории праздника и современном состоянии печатных СМИ наш сюжет. Четвертая власть, пресса, масс-медиа как только не называют современную журналистику. Одним из флагманов среди СМИ до сих пор считается периодическая печать. Несмотря на то, что большинство изданий ушли с традиционного бумажного исполнения в интернет, в России на сегодняшний день зарегистрировано чуть более 33 тысяч периодических изданий. Газеты и журналы пользуются спросом не только в тех местах, где на сегодняшний день присутствуют проблемы с интернетом, но и среди людей ретроградных взглядов. 13 ноября принято отмечать День российской печати, который стал профессиональным праздником среди журналистов. Сам праздник имеет 30-летнюю историю. Он был утвержден в 1991 году, а вот историческая подоплека уходит аж в 18 век. Именно тогда, 13 января 1703 года, в свет вышла первая российская печатная газета «Ведомости». С того момента прошло более 300 лет, и многое в журналистике претерпело изменения. Причем, если раньше печатные СМИ активно наращивали аудиторию, то сейчас с этим наблюдаются проблемы. На сегодняшний день работа с бумагой остается делом сложным и затратным. И дело даже не в затратах на выпуск газеты и ее печати верстку. Вопрос стоит гораздо глобальней в том, что для печатной прессы писать сложнее. Для интернета, конечно, писать гораздо проще, потому что для бумаги, допустим, ты ограничен какими-то определенными рамками, но там размером полосы, размером статьи, там можно столько-то тысяч знаков или сот знаков. А в интернете таких ограничений, как правило, нет. Ты спокойно пишешь, сколько тебе надо. И хотя перспективы развития современных печатных СМИ остаются туманными, оно, безусловно, произойдет. Вообще, что касается и периодической печати, в частности, и в целом медиаиндустрии, то это, пожалуй, единственная отрасль экономики у нас в стране, во всяком случае в России точно, которая не имеет, к сожалению, своей стратегии развития. Сегодня на вопрос, что будет, что вы хотите, в каком масштабе, объеме, с какой целью, на какую аудиторию, с каким эксклюзивом, каким именно форматом воздействовать на общественное сознание посредством, в данном случае, принта, печатной продукции, вам не способен ответить ни один из тех, кто реально управляет сегодня вот издательской деятельностью, деятельностью по производству периодической печати журналов и газет. Важно отметить, что День Российской Печати – праздник не только для работников периодических изданий, но и всей российской журналистики. Александр Фирсов, Ленарда Влетьяров, Универньюс. Благодаря какому исследованию можно определить ревматические заболевания на ранней стадии? Об этом расскажет наш корреспондент. К ревматологам часто приходят пациенты с жалобами на боль в суставах. И для врачей важно определить, какая именно боль беспокоит пациента и с чем она связана. В этом им помогает ультразвуковая диагностика суставов. Благодаря этому исследованию можно определить ревматические заболевания на ранней стадии. Ранняя диагностика ревматических заболеваний ведет к своевременному назначению лечения для данного пациента. И своевременное лечение, как правило, это достаточно благоприятный прогноз для пациента. И пациент часто выздоравливает именно от ревматических заболеваний. В университетской клинике Казанского университета проводится ультразвуковое исследование на аппарате экспертного класса. Екатерина Капустина, врач ультразвуковой диагностики, также отмечает, что важно исследовать симметричные суставы для правильной диагностики заболевания. Обследуются абсолютно все суставы. Чаще всего это коленный сустав, голеностопный, плечевой, локтевой сустав. Исследование забедренного сустава зависит от конституциональной подсобенности пациентов. Иногда бывает затруднительно при избыточной массе тела. Очень важным исследованием для наших ревматологов является исследование мелких суставов в кисти. Ультразвуковая диагностика суставов также помогает врачам в наблюдении прогрессирования болезни. И в процессе лечения мы также в динамике можем проводить это исследование и посмотреть, насколько лечение эффективно, насколько снижается активность заболевания, не только по клиническим критериям, по лабораторным критериям, но и методам визуализации. Кристина Надышина, Виолетта Басова, Универньюз. Биологи Казанского федерального университета разработали уникальную методику, позволяющую обнаружить микро- и нано-пластик в живых организмах. Подробнее об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Полимерные материалы используются сегодня повсеместно. Из них изготавливают приборы, предметы обихода, одежда. А поскольку синтетический пластик почти не подвержен биологическому разложению и в качестве вторсырья практически не используется, то количество такого мусора постоянно растет, загрязняя окружающую среду. По данным Всемирного фонда «Дикой природы», в мировой океан попадает около 12 миллионов тонн пластика в год. Под воздействием внешних факторов пластика измельчается и приводит к появлению микропластика, это частица размера менее 5 миллиметров, и нано-пластик, это частица размера менее 1 микрона. И таким образом они попадают в пищевые цепи и могут накапливаться в организме и приводить к ряду патологий. Ученые научно-исследовательской лаборатории био-нанотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработали уникальную методику обнаружения микро- и наноразмерных частиц пластика в кишечнике беспозвоночных. Она основана на применении темнопольной микроскопии и гиперспектрального анализа. Напольная микроскопия представляет собой особый способ освещения образца, при котором проходящий луч блокируется фильтром и боковые лучи освещают образец, и при этом получаются частицы на темном фоне. Гиперспектральная же установка позволяет нам получать спектральную характеристику о химическом составе веществ. Таким образом, получается, мы получаем уникальный спектр для каждого вещества. В будущем уникальная разработка Казанского федерального университета поможет обнаруживать и оценивать количество полимерных частиц в окружающей среде, а также исследовать их распределение в тканях и органах. Диана Латышева, Фарид Захит Аклы, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова